На этих кадрах вы видите нечто напоминающее оленя, без рогов и с тонкими ногами, голова у которого растет прямо из туловища. Это типичный мутант Чернобыля. Последствия от чернобыльской катастрофы 26 апреля 1986 года затронули миллионы человек. Десятки людей погибли через несколько лет после трагедии, а сотни и даже тысячи в течение следующих лет. Всем добрый Дэн, с вами Айден и сегодня, как вы поняли, мы говорим о Чернобыле. Ведь сейчас Чернобыльская атомная станция доступна для посещения туристов. И многих из них интересуют не виды заброшенного города-призрака, а жуткие мутанты, о которых часто твердят в интернете. Итак, чтобы вы понимали, после аварии на ЧАЭС радиоактивное облако разлетелось по ветру на многие километры, причем неравномерно. Эта радиоактивная пыльца осела на землю и вступила в реакцию с почвой. Иными словами, каждого из вас на даче или в деревне бабушка просила помочь с удобрением земли, то есть нужно раскидать рассаду по периметру грядки. Именно такой рассадой и стали радиоактивные элементы, спустившиеся с небес на землю. Растения на таких грядках вырастали до невероятных размеров. Именно это и стало первыми признаками феномена радиации. Наибольшее количество радиационных осадков пришлось на зону, которую назвали Рыжий лес. Именно там, как утверждают биологи, сильнее всего проявлялась мутация растений и животных. Чернобыльские мутанты рождались либо мертвыми, либо не проживали им месяца. К счастью, двухголовые жабы и прочие чудища, как правило, не оставляли потомства. По сути, ученые никак не доказали, что радиация способна приводить к мутациям. Возьмите любую клетку нашего организма или любого другого, увеличьте ее под микроскопом, и вы там увидите настоящего мутанта. Хотя, по сути, именно из этих мелких частиц создается целый нормальный живой организм. Но это утверждение ученых никак не помешало распространению слухов о появлении необычных монстров после катастрофы. Мыши с пятью лапами, трехглазые зайцы, собаки, светящиеся в темноте, яблоки размером с арбуз и коровы со сдвоенными головами. Но самое интересное, что нет практически никаких доказательств того, что животные-мутанты действительно существовали после катастрофы в Чернобыле. Говорят, что где-то находился секретный музей, где представлены чучела не только необычных животных, но и людей, родившихся с двумя головами или тремя ногами. Однако вскоре все чучела по непонятным причинам были уничтожены. В интернете вы найдете кучу фото и видео, якобы доказывающих существование животных с биологическими отклонениями в Чернобыле. Но извините, фотошопом пользоваться я тоже умею. И, конечно, мутировавшие животные, они не существуют. И это не нонсенс, но это скорее исключение из правил, и не факт, что они появились как раз-таки после трагедии в Чернобыле. А пошла вся эта история с монстрами еще в 90-е, когда появился резкий интерес к мистике и чудищам. Желтая пресса и газеты хайпили немножечко на катастрофе, делав сбросы о том, как мутанты разворотили целый дом одинокого старика. Все это было в новинку, и люди с удовольствием читали такие страшилки на ночь. Конечно, все эти рассказы подогревают интересы, и в первую очередь для тех, кто решится отправиться на экскурсию в зону отчуждения. Однако лично я считаю, что все эти истории с мутантами сильно приукрашены и наукой никак не доказаны. Так что я не советую вам верить куче роликов на ютюбе о нападении мутантов на работников атомных станций. Хотя, кто знает, быть может они действительно существуют и просто хорошо скрываются. Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что эта тема мне безумно интересна. Если этот ролик вам понравился, то не поленитесь поставить большой палец вверх, рассказать о нем своим друзьям, родственникам и ждать новые ролики на канале. Здесь же часто все выходит. Подписаться, конечно же, необходимо. С вами был Айден. Не мутируйте, пожалуйста. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok